Я недолго, сейчас как раз отвечу вопрос зачем, и отвечу на ваш вопрос почему-то. Вот такие пустые залы и все прочее. Сам по себе фестиваль это вообще подплощадка, на которой объединяются все неравнодушные к какой-то конкретной проблеме. На этой площадке объединены все эти, которые неравнодушны к своему собственному, вообще к проблеме здоровья. Почему народу так мало? Благо, сегодня сейчас было озвучено, что собрались все и говорили о какой-то целостности модели и целостности системы. И вот вы сейчас очень хорошо написали, духовное, биологическое и социальное. Так вот, зачем мы сегодня собрались на фестивале? А затем наконец договориться о том, что надо в какой-то мере выстроить нашу социальную плоскость. Вот та социальная плоскость, которая сегодня существует в поликлиниках, которая сегодня существует в системе образования, она организована, она четко, у нее есть тот кристалл, о котором говорил Николай Анатольевич, там четко стоит кристалл. И для того, чтобы преодолеть этот кристалл, мы собрались здесь, для того, чтобы выстроить свой кристалл, который реально позволяет решить вопросы здоровья человека и, соответственно, решить вопросы общества. И вот, и поэтому мы, когда говорили о фестивале, мы задумали фестиваль не для того, чтобы он прошел, а для того, чтобы он начал работать постоянно и разворачивая эту систему. Благом у нас главная была сегодня победа, что нас признало правительство. Пускай не финансово, но сказали, хорошее, интересно. Благо на нас нормально среагировали министерства здравоохранения. Многие вузы хорошо среагировали. И в результате вот этих реакций, по крайней мере, насколько нам удалось, если где-то были пустые залы, пускай у нас в медуниверситете был полупустой зал, но мы сдвинули определенным образом какое-то мышление врачей, классических врачей, которые там работают, задумывались. Это один момент. А второй момент Алексей подтвердил, что вчера у нас были переговоры, которые в принципе очень интересно зазвучали в стенах медуниверситета. И мы заговорили о необходимости создания какого-то научно-образовательного практического центра, в котором не только будет тайский массаж, но будет все. И мы сидели, разговаривали, представители Таиланда, представители Индии. Мы, как представители России, говорили о том, что нам нужен вот такой центр, где мы будем нести всю информацию, которую мы сегодня услышали на фестивале. Причем этот центр должен быть вариантом межвузовский, он должен быть методически работой, чтобы все технологии встали свои дела, и не каждый кулик хвалил свое болото. Понимаете, вот я сегодня сказал в зале, вот когда кулики хвалят свое болото, они не задумываются, что они в этом же болоте и утонут. Понимаете? У человека, вот Николай Анатольевич, он четко расписал, да? На каждом уровне проблемы, своя методика. Закончили эту проблему, перешли на следующую, своя методика. В конечном итоге, высший уровень человека, как на округлом столе Сюриканже сказал, а я могу так проработать так, что мне и пищи не нужна. Это высший уровень человека, на который он должен, и задача его выйти. И вот наша задача самого фестиваля, она в этом и была объединить все, и выстроить встроенную систему движения человека к подобию Бога. Потому что человек-то рожден по образу и подобию Бога. Но по образу, а подобие он должен достигнуть. И то, что мы сегодня говорим о разных верованиях, если мы раскроем того же самого Евангелия и Откровения Иоанна Богослова, Иоанн-то ведь то, что там расписано, каждую книгу и каждые семь печать мы снимаем сами. И на каждом семи уровне это своя методика. И если мы успешно снимем все семь печати, мы сядем рядом с сидящим. Вот тогда мы встанем рядом с ним. А пока мы находимся вот на этом низшем уровне и пытаемся бороться с болезнью, не исцелять человека. Вот Николай Илья Анатольевич сказал, что он медик проходит определенный. У меня как-то так получилось, что я некоторые вещи проскочил еще, понял, на этапе окончания института. Сначала, у меня мысль пошла. Я думал, что во всем как бы задача врача. Когда я понял, что даже врача научишь эффективно работать, эффективно заниматься профилактикой, и я добился многих процессов с точки зрения экономики, я понял, что самое главное, каждый человек эту проблему может решить сам. Его задача. Ему нужно дать инструменты. Ему нужно создать условия. А у нас, к сожалению, в социальной плоскости все условия созданы для того, чтобы у нас была классическая медицина, для того, чтобы у нас пришли те знания, которых нам сегодня навязывают просто-напросто стандартами образования, стандартами здравоохранения, медицинской. Вот наша задача, объединившись, создать ситуацию, чтобы, по крайней мере, в этой схеме объединить те люди, которые хотят заниматься, стремятся к здоровью, и хотят познавать, как это лучше сохранить здоровье.